с различными людьми. Ну как написал? Написал да и все, ни с кем не спрашивал, не советовался. Да, но там, я вот сейчас вчитываюсь, уже спустя столько лет, опять я перечитываю, я поражаюсь знанием и глубиной. Понимаете, это души это действуют, но до вас почему-то никто такого не писал. Конкретно по каждому вопросу, а так я махом еще сказать, Бог благословил. Я старался никогда не говорить то, во что не верю. И далее, не смотрел, что обо мне старше будут говорить, священники, епископ и патриарх. Я всем писал предупреждения очень строгие, в ООН писал, генеральным секретарям партии, там Брежневу, Хрущеву, всем. Но те материалы ушли, их и нету. А потом, когда меня предупредили, не как сказать, говорят, вот в университете, столько вопросов, вы отвечаете, ну почему не записываете-то? А тут впереди у меня сидел на передней столе, в аудитории, это один. Он все время записывал. И потом вдруг приходит, и у него такие картонные коробки, полные, наполненные, такие, которые маленькие кассеты были, полные. Я, говорит, уезжаю куда-то, не знаю куда, говорит, а это я вам отдаю. Ну, я его потом раздал. А потом уже, когда стали бумажки эти набираться, там полмешка, наверное, было. Ну, я только отобрал, которые повторяются, убрал, а остальное все 4124 сразу. Ну, набери я вопросов 4124-то. Конечно, они у меня разбиты, на моем сайте 55 папок. Самые разнообразные 55 папок. Настоящее будущее, политика, экономика, социология, работа, семья. Ну, там все есть, все. Мусульманство, иудаизм. Я по всем этим вопросам давал ответ, потому что в аудиториях, я в пяти университетах вел занятия, тем более по телевидению, по радио выступал. И приходилось отвечать, кончатся передачи, которые я вел, сразу вопросы идут. Иногда бывает больше 30 вопросов. А дома у меня не было телефона, поэтому я там прямо в студии все это делал. Ну, вот как? Ну, вот я, допустим, занимаюсь переплетом. Переплетчик-реставратор, профессионал. Где-то около трех тысяч томов переплел. Старинным методом. Самое прочное. Я однажды слышу мое объявление или что-то там, ответ, прямо слышно, голос Америки. Потом раз одно слово, я его не употребляю. Еще одно. И в конце только узнал, что это говорит Зоя Александровна Крахмальникова. Она отбывала ссылку на Валтайе. И вот я сразу же постарался связаться с ней и сразу же выехал в Москву навстречу. Ну, я был не один, как правило, со мной еще люди были. Но у меня фотографии несколько сохранилось. А там к ней приходили писатели, видать, были. Одна представила, говорит, а вот это, говорит, первая жена там Акуджава видно разошелся. Вот на все вопросы отвечал, я молюсь об этом. Даже на молитве и то приходится тормозить себя. Вот какой-то вопрос. А как его решить? Как Богу угодно. Главное на первом месте, что говорит об этом Слово Божие. Я говорил четыре момента, как что-то, когда ты делаешь. В вопросе то же самое. Что говоришь? Что говорит Библия? Ищешь временного или вечного? Для души или для тела? Это уже начинается об этом. Ну, а дальше о том, какие вопросы-то они все уже объезженные. Что говорит моя совесть? И дальше не будет ли это вызывать соблазн для людей? Вот эти вопросы надо разрешить, на бумаге развиновать и об ответе, который ты дашь сам себе, у тебя раскаяния никогда не будет. Ты выбрал самое лучшее из множества. А как это? Да, это моя наработка. Я просто подходил ко всему так вот. Вот сейчас пока говорили, а я уже успел облопатить, как сказать, полностью все 33 тома открытым оком. А почему? Не могу найти нигде. Кто такой был русский, советский диссидент, шесть сроков отсидел. И, видимо, за него ходатайствовали, он уехал во Францию, кажется, и там погиб. Не могу никак найти его фамилию. Он там сегодня а из-за чего начал искать? За то, что кто-то сказал, вот там такое трусость и корысть мое. Это не мое, я у него взял. Он говорит, церковь наша православная трижды ли что-ли больная трусостью, корыстью, корыстью и трусостью. Я это у него взял. Хотел найти и посмотреть, как это выглядит. Ну что-то не заладилось у меня. даже фамилию-то не назову его. Вот кого-то что-то берешь. Давайте, какие вопросы? Вот я сказал, может быть, кто-то знает. Дайте знать. Мне тогда легче будет зарядить эту фамилию. Поисковик. Контр ЛФ. А вот Наталья задала вопрос, что вы решили в своей книге записать свидетельство людей, кто как пришел к Богу. Да. Вот. Откуда у вас эта мысль возникла? Я думаю, что мысль одна могла у вас возникнуть, читая «Житие святых». Там же как раз описывается это все. «Житие святых» я составил симфонию, книга отдельная. Сам начитывал их. И дополнительные святые, которые 174, во втором и третьем томе настольной книги священнослужителей, выпущенной при патриархе Пимени. Да, так. Я задаю вопросы, когда еще вел занятия в университетах. И вот здесь я вижу сестра Голубева, Екатерина. Я ей выслал где-то больше 80-ти. Кто как пришел к Богу. Через занятия все пришли, через университет. Вот так. Я длиннее она все начитывает, берет и я к ней сейчас только приготовил солидный крепкий материал. Когда суд затребовал характеристику на меня. Там один коммунист на меня ополчился, книжечку выпустил, Морозов, коммунист. Ну, сплошная ложь, что я врывался в школу, отталкил учительницу, шел по рядам, раздавал Библию. Он даже не знает, что Библия одна была на всю деревню, может, на район, а я бы по рядам. А какой год указывается, всего только было три класса, и в классе было по два, по три человека. По каким рядам? Он ничего не мог доказать. Я подал в суд. Ну, и дальше, как продолжается суд, чтобы решить, ему надо узнать, кто я. Ну, я сразу, значит, по Теряевски написали местные характеристику и проректор по учебной части АГТУ, где я вел занятия. Это большой университет, более 30 тысяч студентов. Вот так. Игнат Дихонович, Краснов Левитин? Да. Именно так. Краснов Левитин. Вот мне надо его, я тогда, когда он там сказал, видите как, я говорю, что это не моя наработка. Я неоднократно встречал людей в интернете, то, что у меня берут на занятия где-то, Краснов Левитин, но я сразу найду его. Спаси, Христос. А как вы нашли? А это на сайте, Игнат Дихонович? На сайте набираешь просто трусость и корысть и выходят на нашем сайте. А, ну тогда так. В поисковик, да. Его шесть раз судили. Шестикратный. И там нашли его утопленный или что ли в канаве. Они не оставили его. В канаве никто не тонет. Его перепрыгнул и пошел. Ну, мне близок, близки такие люди. А вот что, как люди пришли, это 15-16 том открытым оком. Я могу скинуть в интернетной версии, и там вы сразу найдете. Ну, обладает этим материалом вот Екатерина Голубева. Я ей все высылаю. Она труженица такая. Все берет и выставляет. Начитывает. Ну, у нее тут не лады. То прибор не работает, там, то с зубами. Она все равно это перемалывает и опять начинает читать. Я ей уже готовил материалы. Мы с ней так близко сродились, она приезжала в Потеряевку. Присылайте, Игнать Тихонович. Присылайте. Слава Христу. Так, скину материал. Если кто хотел бы узнать, как это было, что пришли люди, это не два, не три, а 80, кажется, два человека. 15 том особенно. У меня его нигде нету. Один экземпляр остался. Ну, у меня пожар был, дом сожгли, квартиру. Может, там погибло все, но не знаю. Я скину вам сегодня материалы эти все, уже приготовил. Суд затребовал характеристики на заголовок такой. ну, ну, я объявил этот. У нас тут есть Костя Константин и его жена. Она врач Надежда. И она как раз сколько людей там было, и она все в совокупности взяла, посмотрела, где повторы, выбросила и характеристику дала. Ну, не сама, она очень глубоко там рассудила. Ну, давайте вопросы-то. Деловые вопросы для души. У меня какой-то ролик был 40 Владимиров возле меня. 40 Владимиров, которые приняли участие в моей жизни. 40! Под это вообще. Верю, Даня Тихонович. Да, добрый день. Хотел посоветоваться. Вот я на прощенное воскресенье подарил книгу вашу одному иерею из нашей церкви. Ну, хороший такой, батюшка. Ну, лет 35 может быть. Ну, полный, не поймешь, сколько ему лет. И вот прошлый, вчерашний суббот, когда подходил к кресту, он говорит, Виктор, откуда ты эту книгу взял? Тебе ее подарили или ты купил? Я говорю, купил. А кого? Я говорю, у автора. Ты, говорит, ее читал? Я, говорю, читаю. Он говорит, ну, когда почитаешь, скажи твое мнение. Какое-то, я предполагаю, предвзятое у него отношение, надо, наверное, помолиться огнем. Его зовут Захария Ирей. Их пруд пруде. Они не знают. Пускай они просчитают Библию сначала. В Библии не увидят, как пророки отзывались о священстве, о судьях, об избранниках и о всей стране. Привыкли друг друга, говорится, вылизывать. Это не годится. Это не Дух Святой. Дух Святой избирает, как Михея. Скажи, как все пророки говорят, нет, что скажет Бог, то изреку и я. Излюбленная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. А то у меня стихотворение такое есть. Оно поется, на музыку положено. Я никогда не заботился, как будут они смотреть. Но они будут что-то говорить. Сначала происхождение, то, о ком я говорю, узнай. Узнай. Люди даже не знают, как и кто образовал московскую патриархию. Это сентябрь 43-го года. Сталин и Берия. Что тут непонятно? Карманная церковь, которая будет развозить заразу коммунизма по всему миру. Все, секрет? А я об этом говорю, и кто в этом замешан? А почему? Там работал с архивами отец Глеб Якунин. И там видно, кто ездил, в какие поездки, в какой стране и какая кличка у них. Вот сейчас у этого патриарха Михайлов кличка. А до этого был который Дроздов, потому что он о митрополите Дроздове писал там выпуск на пустом вечер или где что-то такое. Вот так. Если не мы, то кто? В этом и смысл. Все открыть. Открыто должно быть. Из крыши возвеститься. Не надо этого бояться. Помирают где-то. Не надо делать было то, что делали. Декларация митрополита Сергия. Ее так и приняли. Никак не ожидал, когда стали говорить о зарубежной церкви, что-то объединение даже речи не было никогда. Признание благодатности друг друга. Все. И все это на обмане. Мы единственные две общины, которые не вошли. Близкие отношения. К нам приезжает митрополит. Вот сегодня кто тут говорил? Деодор. Я не знаю, тут заговорили. Мы да, действительно, женщина тут говорила, сестра. Мы молимся каждый день за него. Я его не встречал. Андрусенко Александр там был. С ним не заладили что-то там. Но я ему говорил, скажите ему, чтобы он за нас молился, а мы за него молимся. Может быть, он за нас молится. Он на два года старше Владимира Пащенко. Спаси Христос. Аллилуйя. Они могут по-разному относиться к книге, но то, что они не могут показать, где неправильно написано. Да. Это они не могут показать. А как он покажет, когда я даю полные данные, числа, участники? Они говорят, люди приходят, когда как я перехожу в патриархию, это нельзя говорить, потому что ничего нету. Порог переступил, рот развернул, все. Стоит щаше священник кричит, кто не причащался, кто не причащался. что-то я не пойму, Надежда, что там у тебя не ладится. Вот такое дело. И поэтому там все говорится поистине как есть, но оно никак не пролазит в горло. они на меня кидаются, ну и что? Я креститель, когда говорил, он хвалил царя, и возьми другие, там Никола чудотворец, Я Златоуст как громил их, за что сослали по пути ссылку умер, веревкой за шею тащили. Он мог не говорить, он не говорит, ну не я то кто? Я знаю к чему я призван был, поэтому ничего не скрываю. Переходить куда-то, надо что-то делать, здесь ничего не надо. Где вы видели такое крещение, где оно описано, что ладошкой по голове и ты уже крещеный? И сколько таких фотографий ставят, ничего не думают. Это ответят за это, Иеремия 48, 10. Вот они получат то, что там написано. Я слушаю, говорите. Я боюсь, что он эту книгу испортит, выбросит или сожгет. Значит, не допускать? Он сожжет. Людей сжигали? Сколько сжигали? Остановить нельзя. 11 крестовых походов только предприняли. А сколько одно? Седьмое Вселенский собор, третье правило. кто знает, прочитайте. Поражена вся патриархия этим была на 100%. Которая делает недействительными всех данного архиереев. Это же не мои права. А книга правил уже не нужна. Островский, Пархоменко, которые это, легенды разные. Их терпят как-то, и никто им ничего не скажет. То, что они говорят, ведет к аду, не к краю. А то, что я где-то это первое. А во-вторых, это все с целью того, чтобы люди возвысились над той жизнью, которая окружает нас. Будьте святы, как я свят. Не страшись. Время наступило сказать всю правду. Это вот сейчас думают, что там обошлось вот этом теракте. Это начало. Послушайте выступление Лукашенко. Так что Франция уже готова начать войну. С Польши теперь как? Начинается раскрутка. Показывает какие день и ночь работают в России, выпускают какие бомбы, на каком уровне уже их не достать ничего нельзя. И далее с какой точностью будет. Так что не по одному килограмму. Надо приготовиться к этому, молиться. Это все открыто, все я не придумываю. Тут и как же понятно. Раз люди злодействуют, расстреливают, значит, с ними тоже будет разговор вести. Вопросы? И Игнать Тихонович, вы спрашивали третий правило Никейского собора. Брат Вячеслав выставил, я могу зачитать. Седьмой Вселенский собор, прочитай. Да, Любое избрание епископа или пресвитера или диакона, совершенное правителями, должно оставаться недействительным. Согласно правилу гласящему, если епископ, прибегнув к мирским правителям, с их помощью добьется власти над церковью, да будет извержен и отлучен, равно как и все находящиеся с ним в общении. Тот, кто будет произведен в епископский сан, должен быть избран епископами, как определено в Никее святыми отцами в правиле, которое гласит, подставлять епископа всего более приличествует всем епископам митрополичей области. Если же это затруднительно или по стесняющим их обстоятельствам или по дальности пути, то должно, чтобы по крайней мере трое собрались в одно место при условии, что отсутствующие дадут свое согласие, изъявив его посредством грамот, и тогда пусть совершается рукоположение. Утверждение этих действий должно быть предоставлено в каждой области ее митрополиту. Ну а теперь решите, кто там были, какие поставленные люди специально смотрели. Выбирали самых преданных советской власти. Их ставили, вот его рукоположите, да, рукополагали, но только что по указанию. Даже проповедь священник не имел права говорить, пока не принесет уполномоченному по религиозным культам того места, где находится. Вот как. По этому правилу ни одного епископа не было настоящего. они все должны быть извернуты. Это получается оно так с пятого века уже пошло-то. Тот же даже Фотий и того поставили, патриарх Фотий. Да. Его тоже поставил. То есть вообще если так посмотреть по истории церкви, уже с четвертого века все это началось. Правильно. Так и есть. А при чем тут я? Мне я это все указываю и они лопаются от злости. Ко мне под язык залазить не надо. Я ссылаюсь на то, что есть. Отрекаюсь от человеческой лжи. А прилепляюсь ко всем святым отцам. А если каноны брать, которые были, это полторы тысячи епископов во всех соборах. Ну и что? Все к стенке подошли? Вопросы? то ли все ушли, то ли что? Все здесь, Игнатий Тихонович, но что-то вопросов нет ни у кого. Нет никого. Ну отсюда вывод какой? Ну назначайте тогда. Сейчас будем думать, кто же у нас будет молиться. так тут понимаешь выбрать не просто так. Сколько нас здесь? Так минутку. Артемий Колбин здесь? нету. Хорошо. А Валерий Коробов? Здесь. Слава Христу. Порядок такой. Кто тут ведущий достойно видимо пропоют? Сразу же начинайте молиться кратко. Помолитесь, поблагодарите Бога за все. В конце воздайте славу Святой Троице и громко Аминь. И вы все, кто хотите, чтобы его молитва была вашей, говорите Аминь. Так говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Во славу Божию! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Достойно есть я кого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слово Росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя, что Ты собираешь нас на этих занятиях, что даешь нам возможность беседовать о Твоей Святой Библии и внимать Твоему Слову Божию. Благодарим Тебя, Господи, что даешь нам поручителей, которые ведут нас пути истины. Тебе благословен Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. 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 Продолжение следует...